Какой бы пугающий ни была ложь, а правда может оказаться куда страшнее. Докопаться до истины сквозь любые слои манипуляций и прочих техник создания виртуальной реальности – в этом миссия анатомии фейка. Меня зовут Вадим Миски, приветствую вас в эфире телеканала «Новый мир». И с нами уже на связи руководитель авторитетного фактчекерского проекта «Стопфейк» Евгений Фетченко. После того, как на смену гибридной пришла полномасштабная война России с Украиной, как-то изменились методы ведения информационной войны. Фейки как-то изменились, стали тоньше или грубее. На каких чувствах и страхах аудитории пытаются играть сегодня авторы фейков? Мы говорили все об этой войне с точки зрения коммуникации еще до ее начала. То есть мы знали все основные нарративы, мы знали основных участников этой всей экосистемы, мы знали о чем они говорили и для каких аудиторий. Поэтому в принципе даже на основе этих материалов нам очень легко было просвеживать какие-то всплески этой дезинформации, какие-то основные акценты, которые они расставляли. И даже мы могли довольно точно предсказать, когда эта война или точнее новая ее страница начнется, потому что мы опять же таки отслеживали интенсивность этих нарративов и их изменения. Поэтому вот понимание как раз этих изменений, которые с ними происходили, являются тут ключевыми. И основные изменения как раз были в том, на какую аудиторию, опять же таки, как расставлялись акценты. И учитывая то, что информационная война является неотъемлемой частью кинетической войны, было понятно, что, например, для своей аудитории Россия будет делать акцент на достижении каких-то военных успехов, успешном продвижении самой кампании и другие вещи, которые должны были мобилизовать домашнюю аудиторию или, по крайней мере, мобилизовать поддержку для этой войны. Совершенно другие акценты, конечно, предполагались для аудитории украинской, потому что там нужно было, наоборот, как бы подсвечивать легитимность того, что происходит, например, или, наоборот, в начале войны мы видели, как Россия всячески отрицала, например, что вообще эта война происходит и делала акцент на том, что это чуть ли не Украина сама себя обстреливает, и все эти преступления, о которых уже сегодня говорят, как об установленном факте, приписывались самой Украине, то есть, что бы ни происходило, основной акцент делался на том, что это же делает сама Украина, или это касалось там обстрела Краматорска, точка МИУ, или каких-то сообщений о подготовке использования оружия массового поражения, это все сразу перекладывалось ответственность на Украину, независимо от того, происходило это или только планировалось, как бы, вот, это был основной акцент для того, чтобы, опять же таки, подорвать веру украинцев в том, что их страна продолжает существовать, продолжает вести войну, что нужно принимать в этом участие, и нужно, как бы, верить в то, что победа будет, то есть, как раз дезинформация и пропаганда используются для того, чтобы подорвать моральный дух нации, и, опять же таки, это не является, как бы, исключением, эта война по сравнению со всеми другими конфликтами, там пропаганда и дезинформация использовалась с той же целью. То есть, тут мы видим две противоположные, как бы, задачи, то есть, если для российской аудитории нужно было доказывать, что это не война, которая продвигается очень успешно, то для украинской аудитории, наоборот, показывать, что это то, что происходит исключительно в соответствии с российскими плавами, по российскому сценарию, вот, и нет никакого смысла сопротивляться, все равно это бессмысленно. И третья аудитория, для которой это тоже очень важно, и эта пропаганда и дезинформация тоже отличается, это зарубежная аудитория, причем тут тоже можно ее разложить на несколько таких подаудиторий, в зависимости от региональной расположенности этой аудитории, например, мы можем говорить, что один вид риторики был для и продолжает для западной аудитории, и это, опять же, такой такой подрыв легитимности Украины, создание такой видимости коллапса, и, опять же, это тот нарратив, который они продвигали на протяжении последних восьми лет, также продвижение идей о том, что украинский режим уже не контролирует ситуацию на месте, ну и о том, что Украина – это фашистское какое-то образование, что должно было бы помогать, подрывать легитимность этой войны в глазах западноевропейской, западной аудитории, и это продолжает резонировать в какой-то степени. Для аудитории, которая, например, находится на глобальном юге, как мы это называем, там продвигаются совершенно другие тезисы о том, что эта война на самом деле не Украина воюет, а на самом деле Россия воюет с воинственным Западом, с НАТО, с Америкой, и тут также должны были резонировать какие-то такие постколониальные нарративы, которые показывали, что на самом деле Россия борется с колониализмом Запада, и это находило и продолжает находить довольно большой отзыв именно среди этих аудиторий. Поэтому вот такие как бы три магистральных направления, которые мы отслеживали, вот, и, как я уже сказал, в какой-то степени Россия повторяла одни и те же повторяют нарративы, но, опять же таки, модифицируя их для потребности момента в зависимости от того, что происходит on the ground, то, что называется. Сложнее ли стало выделять фейки на фоне реальных новостей об ужасах войны? Манипуляции на какие темы стали наиболее явными? Я бы, конечно, действительно согласился. Такой эмоциональный порог восприятия новостей, он очень поднялся по сравнению с предыдущим периодом. И, в принципе, действительно, наверное, эмоциональное сообщение теперь вряд ли может быть, по крайней мере, единственным критерием, как можно включить какой-то дезинформационный материал, фейковые новости, которые являются лишней большой частью дезинформации, которая используется от настоящего информационного контента. Поэтому тут нужно обращать внимание еще на другие важные элементы, например, откуда мы берем эту новость. Это очень важно. Вот я говорил, что мы уже 8 лет занимались таким составлением как бы карты этой экосистемы. Это очень важно определить, потому что, как правило, этим занимаются одни и те же организации. То есть мы как составили эту карту, где там были у нас топ-10 лидеров распространения дезинформации, они продолжают как бы доминировать на этом. Но, конечно, при этом происходит какая-то диверсификация этой системы. То есть те, кто эту дезинформацию делает, они понимают, что если мы об этом знаем, что они делают дезинформацию и в основном наши читатели уже знают, потому что мы столько раз это повторили, то, наверное, нужно находить какие-то новые источники, через которые можно эту дезинформацию продвигать. И, конечно, тут важным элементом становятся социальные сети. Очень важным элементом продвижения дезинформации становится Телеграм, который, в отличие, например, от Фейсбука, которым, например, Ступфейк активно занимается в качестве партнера Фейсбука, где мы активно идентифицируем дезинформационные сообщения. В Телеграме совершенно нет никакой возможности бороться с засилием дезинформации. И на сегодняшний день это может быть одним из самых надежных источников для продвижения пропаганды дезинформации. Там вообще нет никаких сдерживающих элементов. Создается огромное количество материалов, которые усиливаются через многочисленные каналы, которые уже были созданы еще даже до начала активных военных действий. Эта экосистема разрастается очень сильно. И, к сожалению, я до сих пор вижу, что в Украине это является одним из источников получения информации. И еще один важный элемент, который нужно понимать для идентификации, это можем ли мы вообще установить, кто стоит за тем или иным источником. То есть если мы отчетливо понимаем, кто за этим стоит, то есть насколько мы можем говорить о прозрачности того или иного источника, это является одним тоже из показателей, можем мы ему доверять или нет. То есть если это какой-то анонимный канал или анонимный источник, на который ссылаются медиа, то, конечно, чаще всего это может быть одним из признаков того, что мы имеем дело с дезинформацией. То есть прозрачность и понимание того, откуда мы наши новости берем, являются очень важными признаками. Также мы очень часто для себя отмечаем, что другими источниками появления таких фейковых новостей, например, могут быть переводы из каких-то иностранных источников, которые используют российские медиа, например. И затем, проверяя и сопоставляя их перевод и первоисточник, мы находим очень большое, например, отличие между тем, что писали и тем, как они это переводили. Есть огромное также количество способов манипулирования разными экспертами, так называемыми. И это один из приемов российской дезинформации. Они пытаются сегодня фейковые новости проводить уже не столько через новости, как таковые, а через экспертов, которые озвучивают нужные им какие-то нарративы. И тогда фактически к ним снимаются любые претензии, потому что они говорят, ну это же не мы написали, это не мы сказали. Это говорят эксперты, и это их точка зрения. Если говорить о западных СМИ, то на сегодня по сравнению с начальным этапом российского вторжения изменилась ли тональность и ракурсы освещения войны? Не слишком ли оптимистично у нас некоторые считают, что российскую дезинформацию про Украину удалось победить, сделав абсолютно неэффективной. Причиной тому полная утрата доверия русскими в глазах всего мира. На самом деле мы должны понимать, что одной из задач дезинформации является продвижение сомнений. Порождение сомнений, продвижение сомнений. И тут это важно как в понимании того, как это влияет на украинскую аудиторию. Конечно, такие большие истории, о которых вы сказали, они уже тут уровень сопротивляемости украинской аудитории вырос. Но это опять же таки не мешает российской пропаганде закладывать сомнения и небольшие конфликты, которые между разными группами по поводу разных вопросов, которые при желании можно продвигать и делать из маленьких конфликтов большие конфликты. Это же вопрос с сомнениями касается и западных СМИ, потому что тут подход такой, что отсутствие освещения в западных СМИ было бы катастрофичным для Украины. Но и массовое освещение иногда тоже имеет свои недостатки, если опять же таки оно базируется на продвижении вот этих вот сомнений, которые закладываются российской пропагандой. И одна из таких тем, это тема фашизма в Украине. Она очень сильно и активно продвигалась еще до 24 февраля в разных СМИ зарубежных. И, конечно, на сегодняшний момент таких материалов стало намного меньше, но это не означает, что они исчезли вообще. И время от времени мы все равно видим, как журналисты пытаются вернуться к этой теме, несмотря на то, что уже много раз было доказано о том, что Азов не является каким-то фашистским формированием, что он является частью Национальной гвардии, что он защищает Мариуполь, что он абсолютно не имеет никакого отношения к фашистской идеологии. Мы уже читали заключение ведущих экспертов в этой области, которые дали абсолютно однозначную оценку. Но, опять же таки, тут речь идет о сомнениях. Самое важное, что российская дезинформация пытается продолжать делать, это закладывать эти сомнения. Не снизился ли интерес западного зрителя к происходящему в Украине? Не устали ли граждане свободного мира сопереживать украинцам? Какими темами и новостями можно удержать российскую агрессию против Украины в центре внимания и добиться того, чтобы уровень поддержки не ослабевал? На самом деле я занимаюсь исследованием конфликтов и освещением конфликтов уже довольно долго. И там одним из ключевых понятий является такое понятие, как compassion fatigue. Это когда люди уже устают сочувствовать. И это определяет то место, которое конфликты занимают в интересах разных медиа-аудиторий. Конечно, с самого начала мы видим огромный интерес, всплеск, огромное присутствие медиа. И, соответственно, чем больше материалов в медиа производят, тем больше аудитории их будут получать и анализировать. С другой стороны, мы будем видеть, насколько будут появляться другие темы, которые будут замещать это, потому что в мире происходит не только эта война России против Украины. И как бы нам не хотелось, будучи здесь, получать самое большое внимание к этому, мы должны понимать о том, что и в медиа, и в аудитории этих медиа рано или поздно появятся другие приоритеты. И журналисты поедут в другие места и будут искать какие-то другие темы, даже если они будут находиться в Украине, и общая тема будет так или иначе относиться к войне России против Украины, они будут искать какие-то новые моменты. И среди этих новых моментов тоже будут какие-то моменты, как появилось, например, освещение права радикалов в Украине. То есть те журналисты, которые находились в Украине во время освещения Майдана, они от общего какого-то освещения двигались, редуцировали каким-то меньшим темам, и в результате тема права радикалов на Майдане получилась довольно привлекательной для их редакции, их редакторов, их аудитории. И так мы получили на следующие 8 лет тему о право-радикалах в Украине. Опять же-таки мы должны понимать как бы специфику, как работают медиа, и они не освещают то, и как мы бы это хотели. Они это будут делать и освещать, так как это будет исходить из приоритетов их редакции, их редакционной политики. И от этого будет зависеть тоже интерес аудитории. Если Украина начнет исчезать из медиа, это рано или поздно начнет происходить. И даже сегодня мы уже видим уменьшение этой интенсивности, хотя Украина продолжает оставаться там среди хедлайнеров, в телевизионных новостях и в других видах медиа. Но опять же-таки так будет недолго. Украина должна постоянно поддерживать этот интерес, и это должно делаться за счет еще большей открытости для иностранных медиа, за счет облегчения доступа иностранных медиа, и к зоне военных действий, и к работе государственных органов в Украине. И Украина должна способствовать как бы этому интересу со своей стороны, поддерживать этот интерес и, по крайней мере, не делать никаких шагов, которые будут утруднять работу медиа, по крайней мере. И также должны быть не только какие-то ужасные истории о том, что здесь происходит. Конечно, любая война – это война о потерях, о человеческом горе, но опять же такие аудитории очень быстро будут уставать от этого и пытаться найти какой-то негатив. То есть как только, например, у нас будет появляться история о беженцах, у нас сразу же параллельно будет появляться история, что не так с этими беженцами. Будут находиться какие-то истории о том, как начинаются какие-то конфликты между украинскими беженцами, например, и теми странами, которые их приняли. И это очень благодатный материал, это то, что используют, опять же таки, пропаганду в своих целях для того, чтобы разделять, потому что это одна из целей. И таким образом мы увидели огромное количество историй, например, о конфликтах, якобы конфликтах между украинскими беженцами. В Польше мы видели историю о том, как украинские беженцы якобы избивают российско-говорящих деток. В Голландии был материал об избиении некой внучки Бродского за то, что она говорила по-русски. И то есть это те истории, которые с одной стороны могут выглядеть абсолютно нелепо, а с другой стороны это те истории, которые могут нести сразу непосредственно какое-то то, что называется harmful content. Это истории, которые могут сразу навредить. То есть есть истории, которые нет какой-то долгий такой след, а есть истории, которые непосредственно могут сразу начать влиять на ситуацию, на местности. И поэтому такие истории являются потенциально очень опасными, взрывоопасными, потому что они могут привести сразу к насилию, которое может происходить и так далее. Евгений, спасибо за интереснейшую беседу. Анатомия фейка буквально по косточкам разбирала наиболее яркие образцы пропагандистского искусства за уже более чем месяц нашей работы в эфире. Кардинально новые нарративы уже практически не появляются, и создатели страшилок в информационном поле по большей части подпитывают уже запущенные. Европейские зрители, надеюсь, что и с нашей помощью в том числе, уже едва ли не с первых слов распознают вранье, состряпанное для поддержания напряженности по тем вопросам, где это выгодно России, инициатору войны на территории Украины, которая параллельно ведет агрессивные боевые действия на мировом информационном фронте. Итак, продолжение темы об общественно опасных беженцах из Украины от создателей легенд про боевых голубей, подпольный ядерный арсенал Зеленского и обещания «Возьмем Киев за три дня». 22 апреля актриса Агния Мищенко-Бродская, внучка российского поэта Иосифа Бродского, давно живущая в Италии, якобы обвинила украинских беженцев в том, что те избили ее в Риме на почве русофобии. Именно так в России интерпретировали видео, которое Агния сгоряча сразу же опубликовала, но на следующий день удалила. Я хочу вас спросить, украинцы, да, у меня красивая, правда? А я просто хочу вас спросить, что я вам сделала плохого? Я, что я вам сделала плохого? Вот из этих неразборчивых восклицаний пропагандистами были сделаны нужные для их задач выводы, и подконтрольная Москве пресса запестрела публикациями о том, что на Бродскую якобы напали именно украинские беженцы по причине того, что она русская еврейка. Негодованию Бродской не было предела. По сути, после переработки ее информации российскими журналистами в новостях, неперекрученной оставались, пожалуй, только фамилия главной героини. В специальном видеообращении в Инстаграм она сообщила, что ее слова в российских медиа перекрутили. При этом внаглую использовали ее личное видео, невзирая на прямой запрет внучки поэта. Но разве можно что-то запретить пропагандистам? Даже когда речь не о полете фантазии, а о нормах закона. Журналистскую этику и стандарты вспоминать в суе мы и вовсе не станем. Я обалдела от наших СМИ. Значит, да, со мной действительно произошла история неприятная. И я, будучи эмоциональной, в состоянии аффекта, не ожидаю, что вообще со мной может такое случиться. На территории моей страны Италии, в городе гражданкой Италии я являюсь. Я опубликовала сторисы эмоциональные, необдуманно, где-то инфантильно. И вы все равно это публикуете без моих пояснений, комментариев. Пишите от себя тину про украинских беженцев. Это не были украинские беженцы. У нас очень большая комьюнити украинцев с западной Украины. И я, конечно, это ужасно, что произошло со мной, но все дело в том, что я никому не давала права делать выводы за меня. Я прощаю этих людей. Я считаю, что та степень агрессии, которая вообще сейчас витает в области, может башню сорвать любому. Агния Бродская также добавила, что теперь ей наглядно видно, как в российских СМИ все переворачивают с ног на голову. А вот если бы она смотрела нашу программу, то могла бы заранее догадаться, что из любых букв ее истории слепят слова, которых там точно не было. Вот вам типичный пример небылицы по-киселевски, которую слепили из обрывков различных историй, никак не связанных между собой, и тем более не связанных с нашей историей. Российские медиа, а также пользователи соцсетей активно тиражируют фейковый новостной сюжет с логотипом известного немецкого издания Bild. Интересно, смогут ли в уважаемом издании вообще понять анатомию бреда, который им приписывают. Нам с вами попытались выдать за чистую монету якобы реальную историю о том, как украинские беженцы, пытаясь сжечь российский флаг, умудрились поджечь дом немцев, давших им приют. Телеграм-канал Mesh на Донбассе уточняет, что поучительная история произошла якобы в городе Вульфен, земля северной Рейн-Вестфалии, где проживает семья Михальской, которая приняла беженцев-пироманов из Украины. А теперь послушайте якобы правдивые подробности того, как зажигательные украинцы пытались подвергнуть российский триколор церемонии Auto Defe. Для эффектного сожжения российского флага беженцы якобы соорудили катушку Tesla, а вот с нее-то пламя каким-то образом и перекинулось на дом. Вроде как бы яркая история, особенно если учесть мощность медиаресурса, который был задействован в ее распространении. Но вас поджидает необъяснимая с точки зрения логики странность в том случае, если вы попытаетесь в ней разобраться своими силами, не дожидаясь выхода в эфир анатомии фейка. Так вот, нам эта странность знакома до боли. Вы абсолютно ничего, ни на одном ресурсе не найдете о том, как развивались эти пламенные события. Украинским поджигателям, кстати, оказались чужды амбиции зачинателя их поджигательского дела Герострата. Если тот мечтал о славе в веках ценой сожжения храма, то у якобы неблагодарных украинских беженцев, видимо, сильные партизанские гены помогли уйти им в глубокое подполье. В общем, как вы уже поняли, об их дальнейшей судьбе вы также ни в каких открытых источниках ничего не сможете найти. И так происходит со всеми придуманными историями. Ее участники и обстоятельства существуют только в ее рамках. То есть, это самый яркий признак того, что вам пытаются скормить фейк. Но, несмотря на то, что вся история выглядит по форме, как новостной репортаж известного немецкого издания, тем не менее видео, как и сама история с пожаром, выдуманы. Стопфейк не удалось найти этот сюжет ни на сайте, они в официальных соцсетях издания Бильд. Ни слова об этом событии и в местных немецких СМИ. Как выяснилось, впервые это видео появилось 14 мая этого года на YouTube-канале, название которого в переводе с немецкого означает «Новости и слухи». Примечательно, что канал этот был создан в тот же день. И ничего кроме этого видео там до сих пор не опубликовали. На самом деле, сюжет фейк намеренно был стилизирован под новость от Бильд, а сам видеоряд – это коллаж из разных видео прошлых лет. Так, например, кадры, где крупным планом показан дом в огне – это пожар, случившийся еще в июле 2013 года в немецкой восточной земле Гессен. Другая часть видео, где женщина рассказывает о своем сгоревшем доме, была вырезана из настоящего сюжета Бильд. Мало того, пострадавшую от пожара девушку и вправду зовут Наталья Михальски. Только вот дом ее сгорел в Остерхольц-Шармбеке, земля Нижняя Саксония еще 31 января прошлого года, когда и вышел упомянутый сюжет Бильд. Очевидно, что это видео 2021 года, как и предыдущее 2013 года не имеют никакого отношения к беженцам из Украины. Вот как российская пропаганда уже не впервые пытается опорочить украинцев, которым посчастливилось спастись от российских так называемых «освободителей» за рубежом. В свою очередь, анатомия фейка продолжает опровергать эти небылицы фактами и только фактами. Для очередного поиска истины мы встретимся ровно через неделю. С вами был Вадим Неский. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok